Всем привет, с вами Содерлинг, и сегодня я расскажу вам про все пасхалки, отсылки, упоминания, камео и пародии на Шрека в различных мультиках. Их очень много, ребят. Сейчас расскажу, но сперва подпишитесь на канал. У меня полно видео про мультики, потому вам тут понравится. Если нет, вы всегда можете отписаться, но сейчас ваша подписка очень поможет продвижению ролика, поэтому подписывайтесь. А начнем мы с самого очевидного, с пасхалок в других мультиках DreamWorks. В студии, которая и создала Шрека. В 2D мультсериале Семейка Крус Начало, в 6 серии 4 сезона, Гип с друзьями бродит по темной пещере и натыкается на различные наскальные рисунки, повествующие героям всякие страшные истории. И в конце данного эпизода уже вовсю напуганные ребята натыкаются на то, что окончательно повергло их в шок и заставило удирать со всех ног. Знакомые нам Шрек и Осел. Так же в 5 серии 3 сезона мультсериала про короля Джулиана, доктор во время терапии заставил Мэриса раз за разом пересматривать милые картиночки по звук ненавистных ему колокольчиков, дабы избавить его от страха. И одной из сменяющихся милых фотографий является известный кадр с котом в собаках из второй части Шрека. А в 8 серии 4 сезона кот в собаках уже заимел Камео и самолично появился в мультсериале в качестве одного из претендентов в музыкальную группу Джулиана. Далее в 21 серии первого сезона охотников на троллей, довольно годного мультсериала DreamWorks, на вечеринке, где собрались различные магические существа вроде троллей и гномов. Так же можно заметить и танцующего Шрека. Пускай он и стоит к нам спиной, однако же отчетливо видно его зеленую голову, знакомые уши, грязную белую рубаху и коричневый жилет. И этот огар, правда, отлично бы влился в среду троллей. Но что меня реально позабавило, так это пасхалочка к Шреку в мультфильме «Монстры против пришельцев». Среди множества медалей на груди генерала Ваякера можно заметить самую крупную, особо выделяющуюся награду в виде головы Шрека. А ведь многие этого даже и не заметили. Так же в короткометражке под названием «Монстры против пришельцев. Нашествие тыкв-мутантов из космоса» Во время Хэллоуина жители города приняли недостающее звено за человека в костюме зеленого огра. А вот в мультсериале по полнометражке «Дом» под названием «Приключения типа Ио» Мама Дар действительно на Хэллоуин решила переодеться в Шрека. Также в Шрека в честь Хэллоуина переодели актера Хорхе Гарсия в восьмой серии пятого сезона мультсериала «Конь Баджек», вселенная которого полна различных знаменитостей. Хорхе – это Хёрли из «Остаться в живых», если что. И вот его создатели переодели в Шрека. А ныне же тренд косплеить персонажей «Геншин Инпакт» – лучшей игры по мнению многих премий в 2021 году с поразительной оценкой 9 на IGN. «Геншин Инпакт» – игра, которая слышно из каждого утюга, и неспроста. Это игра с очаровательной анимографикой, огромным открытым миром, прекрасной музыкой, которую слушают альбомами даже за пределами игры, и множеством продуманных персонажей, которые присоединятся к вам в вашем путешествии. Мир Тейвота позволяет игрокам по максимуму взаимодействовать с окружающей средой. Можно плавать, лазать по горам и даже планировать по всем прекрасным пейзажам. Здесь семь совершенно разных потрясающих регионов и семь сил, присущих разным персонажам, которые вам предстоит умело комбинировать, дабы одолеть врагов. Сюжетная линия игры продолжает развиваться с постоянными обновлениями. Сейчас в игре появился новый персонаж – Яя Мика, невероятно умная и хитрая верховная жрица. Она управляет элементом электро и быстро передвигается, оставляя за собой ветки в форме лис. Также появились три новых типа монстров Shadow Husk и некий таинственный босс, внешность которого напоминает Сюгун Райден, но его истинную личность лишь предстоит раскрыть. А Энкономию тем временем окутала таинственная разрушительная тьма, и госпожа Кокоми отправляет вас раскрыть ее секрет. С каждым обновлением в игру добавляются необычные ивенты, вроде аналога Guitar Hero или Пряток. Сейчас же у вас есть возможность создать собственное подземелье или взять на себя роль бармена, готовя напитки в таверне Делука. Игра доступна на ПК, PlayStation 4 и 5, iOS и Android. Скачивайте Genshin Impact по моей ссылочке в описании, а по промокоду на экране получите бонусы. Идем далее. 19-я серия 11-го сезона «Губка Бог. Квадратные штаны» начинается с нескольких аллюзий к Шреку. Так же, как и в оригинальном мультфильме, мы видим перед собой книгу, которая повествует нам о некой сказке. Далее перед нами пристает Карен в красивом платье, которая словно Фиона начинает напевать песню. От которой гребешок взрывается, словно птица во время песни принцессы в Шреке. Начало эпизода героя мультсериала с «Приветом по планетам» также целиком пародирует начальную сцену уже второго Шрека. Раскрывающаяся книга повествует нам историю о бедной принцессе, охраняемую драконом, которую должен спасти очаровательный принц-блондин с идеальной внешностью. И спасти ее под силу одному единственному герою. И даже такой же переход. Там должен был найти и поцеловать ее прекрасный птиц. Я царь Брэд Лучезарный. Даже имена похожи. Только вот принцесса, что там, что там уже влюбилась в монстра. Хоть Шрек это тоже изначально пародия, однако тут уже ссылается явно к нему. В Робоцепи же была уже полноценная пародия, но только вот не столь уж счастливая и радужная, как в Вондоре. После того, как Фиона превратилась в Огра, она говорит о том, как же рада принять свою истинную форму и жениться на том, кто любит ее такой. На что Шрек отвечает недоумением и отказом. Все эти годы он себя ненавидел. Желал никогда не рождаться. Ему самому было стыдно смотреть на себя в зеркало. И до конца жизни смотреть на такое же зеленое чудище он не в силах, потому моментально себя вздернул. Да, таков Робоцеп, дамы и господа. Еще там было такое. Да! Утопи меня в своей глазури! Кайф! Очевидно, это был Пряня. Еще одна отсылочка была в другом, не менее пошлом мультсериале. В шестом эпизоде Азского босса во время погони за Блицем и Мокси на стене можно заметить сокрытый во тьме плакат с надписью «Этим летом Шперк 2» и неразличимая надпись снизу. Также в седьмой серии первого сезона Дома Савыстриди журналов в библиотеке можно заметить обложку и с изображением Шрека со всеми знакомыми атрибутами, но только с тремя глазами, поскольку это пародия. В Gravity Falls тоже была одна отсылочка на Шрека. Один из экспонатов, который Прядя Стэн демонстрирует туристам в 18 эпизоде первого сезона, это знаменитый туалет Шрека из мемчиков. Той же формы, с месяцем на дверце и даже табличками «Берегись», которые вечно ставили вокруг домика Шрека. Далее, в шестой серии 17 сезона «Симпсонов» Лиза, выбирая подарок Гомеру на день отца, смогла найти лишь футболку со Шреком. И ему она весьма подходит, учитывая, что в 10 эпизоде 23 сезона Гомер пытался превратить маску Шрека в свое лицо. Также в 17 серии 20 сезона расстроенный Барт утоляет свою грусть мороженым с изображением Шрека на упаковке, который серфит по деньгам. Это зеленое ничто так и зовется, ягодный Шрек-коктейль. И в нем бонус, если верно ответить на вопрос о Шреке на дне стакана. Какая удача-то! А еще в 14 эпизоде 25 сезона, заходя в дом, Гомер смарш натыкается на игрушки, раскиданные по полу. И одна из них это тоже Шрек. А ссылочку к ослу, к слову, можно заметить в 6 серии 4 сезона Рика и Морти. В вагоне, который целиком и полностью посвящен мюзиклам и отсылочкам к ним. Можно заметить пришельца в костюме осла из бродвейского мюзикла Шреке. А также в 8 эпизоде 5 сезона Рик за кадром почему-то пересказывают воспоминания о себе из прошлого сюжет Шрека. Значит, он просто ворчливый шатанский огар и фильмов уже 4? Уже 5, наверное. Морти их обожает. В другом мультсериале создателя Рика и Морти, Солнечные Противоположности, тоже была одна ссылочка на Шрека. Когда старый знакомый главный героев по имени Ванбо увидел Корва спустя долгое время, сколько они не виделись, он говорит... Эээ, Корва! О-о-о, а ты подражерел, приятель. Ты прям синий Шрек. Где твой ослик, синий Шрек? Сюжет 11 эпизода 17 сезона Американского папаши частично пародирует первую часть Шрека. Ведь красивая девушка, которую встретили главные герои, внезапно под луной превращается в жуткого зеленого тролля. Затем мальчики осознуют важность принятия себя и даже напрямую отсылаются к оригиналу. А, Шрек, пожалуйста. Чё? Игрослов, чек, пожалуйста. Ведь она огар, как Шрек. Еще одна иллюзия была в 9 серии 7 сезона. Пожав руку настоящему рабочему человеку, прочувствовав его мозоли и силу, Стив говорит «Похоже на руки Шрека». Такая вот шутка. Далее, в 15 эпизоде 7 сезона Футорамы, главные герои после аварии оказались в двухмерном пространстве. И кратко объясняя произошедшее, профессор пошутил, что здесь Ведь данный мультфильм анимирован в 3D. Также в первой серии 7 сезона, после того, как Фрай напился с Лерма, он стал писать зеленым цветом. И Гермес прокомментировал это шуткой про все того же зеленого огра. А я думал, кто зашрекил весь унитаз? Похожая ссылочка была и в мультсериале «Закусочная боба». В 16 эпизоде 10 сезона семья Белчера в честь Дня Святого Патрика начала готовить бургеры с зеленым мясом. И эта идея возымела у них огромный успех. И зайдя под конец серии в закусочную и увидев погром на кухне, Джин говорит Почему здесь будто Шрек взорвался? Также его упоминали в 6 эпизоде 10 сезона. Одноклассники Луизы, гадая, кто же из знаменитости придет на праздник, среди вариантов предлагает и нашего главного на сегодня героя. А когда придет Шрек? Еще одна ссылочка была в 5 серии 2 сезона «Разочарование». Бин, направляясь в логово троллей, вооружилась факелом, ведь ей сказали, мол, тролли боятся огня. Однако стоило с ними встретиться лицом к лесу, так один из них облизал палец и задушил его голыми руками. Абсолютно та же ситуация произошла и в начале Шрека. Далее, в 38 эпизоде первого сезона «Могучих магий мечей», про Хайес упоминает снежных когров в весьма интересном контексте. Это отсылка к завирусившейся на западе цитате Шрека из первой части. И к этой же фразе отсылается и Бьюфорд в 34 серии 3 сезона «Финица и Ферба». Даже дважды. «Я сложный! Честно! Я как лук!» И еще одна весьма забавная аллюзия к Шреку была в 36 эпизоде четвертого сезона. Агенты ОПКО на протяжении пяти часов влетели в Гранд Кандион. Все уже устали и утомились, а вот Мэгги, говорящая птица, начала пародировать осла и Шрека 2 с чем-то похожим на тот с оконей губами. «Мы уже приехали! Мы уже приехали! Мы уже приехали!» «Уже приехали? Нет! Мы уже приехали! Нет! Мы уже приехали! Нет! Мы уже приехали! Нет!» И что ж, на этом сегодня все. Пасхалки на какой мультик вы бы хотели увидеть в следующий раз? Аватар? Симпсоны? А может история игрушек? Пишите в комментариях. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы помочь этому ролику набрать больше просмотров. А с вами был Садерлинг. Спасибо за просмотр и пока!